Что же с нами не так, блядь? Я поддерживаю гейские браки, потому что сам состою в обычном браке, и это пиздец как по-гейски. Я иногда шучу! Да не, мой брак не такой. Мне следует уточнить, почему я назвал свой брак гейским. Я сказал это не в плохом смысле. Например, многие разозлятся, если вы скажете на выходе из кинотеатра, «Блин, этот фильм был таким гейским». Они скажут, «Эй, чувак, а что если гей это услышит?» И ему будет неприятно, потому что ты говоришь про то, что он не может изменить его сексуальную ориентацию, как о чем-то негативном. И я не имел в виду, что ты негативное назвал свой брак гейским. Я имел в виду, что это как будто два чувака трахают друг друга. Я постараюсь объяснить. В общем, это не по-гейски, если ты счастлив, а я счастлив, народ, люблю свою жену и своих детей. Я никогда не был так счастлив в своей жизни, и я знаю, что не буду разводиться сейчас. Потому что тогда все превращается в какой-то пиздец. Ты ни с того ни с сего вынужден общаться с незнакомыми людьми, которые решают, как поделить твои деньги. Самое херовое, когда понимаешь, что системы законов не предназначены для решения проблем. Они нужны для того, чтобы адвокаты делали деньги. И они просто затягивают спор. Просто, блядь, продолжают спорить. И, типа, может, уже закончим это херам. И это никогда не заканчивается. Я видел, как мой друг потерял все, что у него было за три года брака. Он вкалывал на протяжении 10 лет по 15 часов в сутки, накосячил сдуру, женился, ни хера не получилось. И теперь он платит за ее адвоката. Только представьте, что вы ушли на войну, чтобы защитить свои деньги. И вам нужно платить вражескому генералу. Он буквально свихнулся к хуям и на каждый вопрос отвечал. Блядь, 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 блядь. Да что случилось, чувак? Ничего, 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 ничего. Он просто... Он готов был вздернуться. Мы его прям спасали. Я гарантирую, если бы вы подошли к моему другу Мэтту в самый трудный его день и сказали бы... Слушай, Мэтт, я могу исправить твою жизнь. У меня есть машина времени. Вот что мы сейчас делаем. Я просто нажму на эту кнопку, и мы переместимся в прошлое, еще до того, как ты встретил жену. И у тебя будет шанс прожить жизнь заново, зная все свои ошибки прошлого. Но перед этим... Отсоси у меня по-быстренькому. Вот так брак может стать дейским. Не знаю, как бы ответили вы в данной ситуации, но я более чем уверен, что мой друг Мэтт скорее бы удавился, чем упустил такую возможность. Он присосался бы к этому херу, как если бы тут был горном свободы. Представлял бы себя стоящим на уступе перед пропастью. Передавая сигналы боевым кораблям. Представлял бы, что находится на дне океана и дышит через соломинку. Свобода! Ну а что бы так не сделать? Почему бы и нет? Сколько это займет времени? Ты мог бы все изменить, и все равно бы так не сделал? Я бы сказал, что ты гей, если ты не согласился на такое. Ах, ты не хочешь? Значит, ты хочешь прожить всю оставшуюся жизнь, падая в бесконечную пропасть, загибаясь от того, что не может сбрасывать экономикой? Или? Отсоси у него и петь мне здесь в прошлое, ты что, целка? Ну же, сынок! Вот тебе мой совет. Я бы сказал, отсоси ему хер и путешествуй во времени. Другая часть моего совета такая. Заранее убедись, что у него действительно есть машина времени. Окей? Последнее, что бы ты хотел услышать от парня, у которого сосал, что он угорает над тобой. Это просто... Херово будет, чувак. Ты в ванной моешь язык с мылом, а он по телефону... Блядская машина времени! Я сказал этому мудиту, что у меня есть машина времени! Чувак, а что ты угораешь? Что ты угораешь? Ты же знал, что у меня нет машины времени. Да ладно тебе, чувак! Братан, хватит херни, давай будем честными с тем, что тут происходит. Вот что происходит. Тебе нравится сосать хуи, но не нравится нести ответственность за свои поступки. Верно? И тебя частенько обманывают. Чувак, ну только не плачь, ну давай не плачь, а? Эй, слушай, 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 слушай! Смотри, какая хрень! Во-первых, я тебя просто подъебаю. А ты? И? У меня правда есть машина времени! Даже не парься, чувак. Просто у меня долбанутое чувство юмора. Я тут шуточки шучу. Но теперь серьезно. Извини, я не хотел тебя обидеть и готов загладить свою вину. Хорошо? Сосни еще разок и мы полетим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!